Очередной рейд сегодня прошел на улице Тепличная в Раздольском сельском округе. В центре внимания в первую очередь те должники, которые не платят налоги годами и накопили солидные суммы. Хозяин вот этой квартиры, например, задолжал более 140 тысяч рублей. Но по месту прописки найти его практически невозможно. Приставы связываются с ним по телефону. Если вы добровольно, когда мы с вами договорились, пришли бы... Вы договариваете со мной, будто я преступник. Ну, я вам говорю, я с вами нормально позвонил вам две недели назад. И явитесь в службу судебных приставов. Я вас ознакомлю с материалами исполненного производства. Если должник в службу не явится, то приставы опишут имущество неплательщика с целью его продажи и последующего погашения долга за счет вырученных средств. Вообще, как показывает практика, застать должников дома непросто. Одни прячутся и не открывают дверь, другие не живут по месту регистрации, как, например, в этом доме. Он здесь никогда не проживал, его здесь ничего нет. Просто когда началась война в Афазии, чтобы хоть как-то это, их прописали с матерью вместе. Поэтому любого можете спросить в селе, все знают, что вот он проживал в этой бочке всю жизнь, к этому дому никакого отношения не имеет. Впрочем, и на таких должников есть методы воздействия. Мы ограничиваем выезды за пределы Российской Федерации, выносим запрет регистрационных действий на имущество и транспортные средства, арестовываем счета. Мы накладываем арест на имущество и оставляем на октописи ареста для дальнейшей реализации на торгах. Количество рейдов после 1 декабря в Сочи увеличилось. Дело в том, что в этот день закончился срок уплаты налогов на транспорт, имущество и землю физическими лицами. Сейчас на имеющуюся задолженность будет начисляться пеня. В дальнейшем материалы будут передаваться на рассмотрение в мировой суд и на взыскание за счет имущества службы судебных приставов. Благодаря таким должникам, с учетом неоплаченных долгов прошлых лет, бюджет города, куда идут налоги от физических лиц, недополучил около 1 миллиарда рублей. В рамках межведомственного взаимодействия проводятся на регулярной основе рейдовые мероприятия, целью которых является повышение взыскаемости налогов, бюджет муниципальный как раз таки, что очень важно для того, чтобы реализовать различные социальные программы. На эти деньги город строит школы, детские сады или, например, ремонтирует дороги. Кстати, должников ловят и на них. Подобные рейды в Сочи проводят и сотрудники ГИБДД. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.